И вот теперь я не понимаю, как через границу мы будем вести больше тонны топлива. Регитра закрылась, машин не оформленных, фигово туча, и есть понимание того, что завтра мы тоже здесь можем залипнуть. У меня залет такой, что просто шляпа. Внутри народа дофига, там дофигища окошек, талонов нет. Сейчас попробуем задние работают. И вот так я так не помню. Бутылка кефира полбатона, и мы на старт. Друзья, всем привет. Нам в очередной раз надонатили денег, и это означает, что нужно выезжать за автомобилями для ЗСУ. Мы тесно общаемся с военными и точно понимаем, какие у них хотелки, что им нужно, что они хотят. Вот сейчас, например, нужен бус для штурмовиков, и я точно знаю, что у него с двух сторон должны быть открываться двери. Так, чтобы они подъехали на место, двери открылись, и они как тараканы разбежались в разные стороны, но одновременно. Например, пехотинцам нужен длинный бус для того, чтобы туда влазили иглы. Иглы это такой переносной зенитно-ракетный комплекс, если вдруг кто не знает. Ну, естественно, так, чтобы туда много вещей еще влазило, пехотинцев. А еще они хотят, чтобы эти бусы были полноприводные. Ну, они, конечно, есть полноприводные, но их так крайне редко продают, что маловероятно, что они будут в этот раз. Итак, погнали. В эту поездку мы нацелились на бусы. Я напомню, что в предыдущем видео мы два уже приобрели. И, кто не видел, можно вот сходить по ссылке, которая вылазит в правом верхнем углу, и посмотреть, чем все это дело закончилось. Купили мы два автобуса, оставили их в Польше, в городе Сувалки на парковке, и двинулись дальше в сторону Литвы искать счастье. Если коротко, то машины то под дождем покупаем, то под покровом ночи. Вот такого дракона накружили машину. Но на самом деле мы ехали ее посмотреть, ну так, потому что мы рядом. А по факту машина оказалась очень даже ничего. Вот. У нее менее налевая фара, потому что мы сначала думали, что она влуплена была, но она была сильно мутная, и не прошел техосмотр. Соответственно, он левую фару поменял, ну а правая прошла по техосмотру, и он ее оставил. Вот это вот единственное недостаточно. А, есть еще там пластика сзади не хватает. Но через пару дней он приедет, стоит 8 евро, в смысле 8 евро. Мне нравится. Стоил 4600, отдали за 4400. Это первый автомобиль, который мы покупаем, на котором мы не ездили. Мы только запустили двигатель, и все. Но парни на него дают месяц гарантии, плюс вижу по машине, что она классная, ухоженная. Да и плюс это не автомат, поэтому берем. Сейчас мы уже в Литве. Купленный автомобиль мы оставляем на парковке, так чтобы его не гонять лишний раз и не полить солярку. Дальше мы поедем в Таураге. Ну а бус мы оставляем на парковке. Рассчитываемся. Говорит, слушайте, вы же из Украины, денег не надо забыть. Ну, я хотел настоять, но он говорит, нет, с Украины денег не возьмем за парковку. За что огромное большое спасибо. Парковка здесь стоит 2,90 в сутки. И вот Ваня говорит, а может они, типа, их продадут нам, или же так отдадут. Канистры вот такие у вас продаются. Говорит, да, маленькие по 5, большие по 10. А потом, когда он узнал, что мы с Украины, он говорит, ребят, забирайте бесплатно. Ну, мы рады стараться. Говорит, сколько вам штук дать. Я говорю, а сколько не жалко. И вот столько канистр парням не жалко. И вот теперь я не понимаю, как через границу мы будем везти больше тонны топлива. Ну, как-то провезем. У нас будет 3 машины. В прошлый раз я провез 300 литров. Ну, правда, это все дело декларируется. Бензин нифига не стоит для того, чтобы его задекларировать. Поэтому, даже, думаю, в одной машине провезем больше тонны топлива. Следующий запланированный просмотр Mitsubishi L200. Каких-то 2000-х годов. 2,5 дизель, механическая коробка, рамник. В общем, все, как любят наши военные. Посмотри, какой красивый автомобиль. Да, он типа помытый, но... Типа помытый, но видишь, где... Но он вот здесь вот ничего не облезло. Здесь еще висит защита. И вообще, за последний месяц первый раз вижу, чтобы вот эта херня здесь была. Антифризас новый. Антифризас новый. Не новый. Ну, красивый, но очень красивый. Сейчас посмотрим. Что у нас там с маслом? Ну, такой он кипел когда-то. Заводи. Ё-по. Уже переваренная труба. Сергей Викторович, а дай ей чуть-чуть оборотиков. Все, хорош. Хорош! Номер рамы даже просматриваться. Вообще, блин, красавчик. За этот месяц это первая машина, у которой не гнилая вот эта балка. Вообще красота. Короче, пока, пока очень даже и неплохо. Так, и что у нас с чеком я не обратил внимания. А чек, а чек у нас заглушен. Чека у нас нет. Пошел я за. Где лампочка? Что не горит? Давление масла загорелось. Чека нет. Значит, непонятно, почему не горит лампочка чека. Ну, в смысле, не сигнализирует при тесте. То есть, либо она заглушена, как было в одном из польских трафиков. Лампочка чека вообще выбрана. Да, чек не горит вообще. Ситуация следующая. В компьютере светится большими красными буквами. Двигатель имеет неисправность, а чек-енжин не горит. То есть, лампочку загасили и все. Либо же, либо же. Сейчас будем смотреть. По поводу Mitsubishi L200 есть одно легкое западло. На грабли, которые я наступил. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что с 2003 по 2006 год на эти автомобили ставили электрические топливные насосы. С 98 по 2002 ставили механический топливный насос. Так вот, на механическом топливном насосе, несмотря на то, что этот автомобиль после 2000 годов, там просто банально нету лампочки. Чек-енжина. Но мы-то знаем, что нам сказали, что машина 2005 года. А мы свято верим. Документы-то мы смотрим потом. У нас задача немножко другая. Нам нужно смотреть машину для армии. И нам, честно говоря, пофиг, какого она года. 98 или 2006. Так вот. Я наступил на граблик. Мне стыдно. В 2002 году не было лампочки. В 2003 она уже была. Смотрите, не повторите мою ошибку. Так иногда бывает. То, что если не работает лампочка, сейчас мы увидим, что именно не работает. И мы это сможем с легкостью починить. Ну, цена и так нормальная. Но поторговаться точно нужно будет. Сверху нам нефиг наверх смотреть. Короче, тут даже номер рамы читается без зачистки. Это реально первая машина за последний месяц, где вот эта вот балка не гнилая под запаску. Там вообще пипец. Я думаю, что даже запаска еще пригодная будет. А может она даже еще и снимется. Потому что все L200, что мы пригоняли, приходилось срезать. Потому что оно не с ним... А, мы сейчас можем попробовать. Есть же этот крутилки. Руль еще даже просматривается перфорация. Так, пошло сканирование. 4%. Сейчас мы почитаем его. Так, подсос засунуть. Очень важная тема, на чем нужно торговаться. Это я так и оставляю. Это повод для торга. Ну, ладно. Сейчас я тогда на нем и покатаюсь. Эх, прокачусь. Доводчик, типа. Ну, пока. Сейчас я закрою окна. В ходу пока очень даже неплохо. Она... Ей даже ходовую делать не нужно. То есть, нигде ничего не стучит, не гремит. Рессоры отрабатывают. Сейчас единственное, что я где-то заеду. Полный привод проверю. Гребется нормально. Едет хорошо полный привод. Работает. Вот я нашел некую полянку. Сейчас попробуем, задний работает ли. Ну, в смысле, отдельно. Насколько он гребется. Так, первую. Нормально гребется. В принципе, даже с горящей лампочкой его нужно брать. Потому что состояние машины объяснительное. Так, шо у нас? У нас квартиреляс. А у нас, а у нас водопровод. Значит, пыльники целые. Здесь целый. Там привод целый. Рулевая не течет. Кардан. Где подвесной? Подвесной. Подвесной. Ну, блин. Фонарик закончился. Не зарядил я его. Так, тут не висит. Короче, подвесной не разбитый. Резинки на глушителя нету. Здесь чуть-чуть. Это фигня. Короче, рама хорошая. Очень хорошая. Прошприцованные крестовины. Это очень хорошо. Подвесной подшипник не гудит, не глотается. Выхлопная система уже милиная. Короче, нормально. А слышите, на заднем фоне хлюпает вода. Так вот, это я по щиколотке в воде стою и осматриваю автомобиль. Ну, что ж поделаешь, у нас такая работа. У хозяина Фазенты я добыл резиновые сапоги и прыгнул в яму. Ну, реально, вот так вот воды было. И даже остались фотографии. Сальник чуть-чуть, чуть-чуть пускает. Совсем чуть-чуть, я думаю, это даже делать не будет. Хотя, хотя, надо посмотреть. Сейчас две руки заняты. Так, мастер сухие. Ага, пыльничек заклеенный поменять надо. Пыль заклеенный и... И все. А так, в принципе, шикардос. Тут нормально, с этой стороны еще. Смотрим. Нормально. 16 мая. Литва. Это относительно какая здесь температура. Я в одном из видео сказал, что минус 2 ночью. Все надо мной поржу. Не все, некоторые надо мной поржали. А сейчас я показываю, что действительно в мае месяце. Тут, сука, холодно. Да, просто пипец мороз. Но уже теплее. Уже теплее за стеклом. Но злые морозы. Так, стартуем. Вернее, сейчас кефирос. Бутылка кефира полбатона. Секундочку. У нас по официальной версии нет морозилки. Да, вот это мы мучились. Не могли генератор льда закинуть. А тут получается, что все овощи, они... Можно грызть, Каля? А, блин, холодно. Замерзший помидор я еще не грызил. Показываю прикол. Машина, которая выстрелила вчера вечером, на которую я хотел сегодня с утра ехать смотреть. Вот она уже в реддитру приехала на оформление. И все. Сейчас хоть подойду, спрошу, за сколько он ее купил. Потому что я тупо не успел за ней. Здесь в видео есть один момент, который я упустил. А именно, здесь надо рассказать легкую предысторию вот этого Форда. Этот Форд намеднее за день. До этого я смотрел, по стоимости он стоил 5100 евро. Я звонил, связывался с человеком, говорю, дружище, ну вот за 5 я готов ехать смотреть. Потому что, честно говоря, вот, ну, вижу, что машина уставшая, всякое такое. Ценник у нее слишком оверпрайс. Тем более, на предыдущей неделе мы покупали такой же автомобиль по стоимости в 4200 евро на лучшей резине. Не факт. Он типа не-не-не. Не хочу, не отдам, 5100 улетит. Ну, не хочешь, как хочешь. Тем более, к тебе ехать. Бог знает куда, там, за 3-9 земель. И невероятно, что смотреть, и ты не хочешь даже приблизительно торговаться. Когда я вижу, что я уже нахожусь в Елковишкисе, заезжает этот Форд на регистрацию, я к водителю задаю вопрос, за сколько купил он? За 5. Я говорю, вот, блин, а мне этот пиндос, который продает, за 5 не захотел отдавать. Такая пауза. Дядька сидит. Так я эту машину продаю. Я говорю, я тебе вчера звонил и с тобой разговаривал. Мне много кто звонил. Я говорю, вот, телефон, могу тебе показать запись разговора. В общем, начали общаться, и выяснилось, что я звонил куда-то не туда. Не понимаю, как так получилось, но звонил я куда-то не туда. Он, в смысле, продавец этого автомобиля, приехал показать эту машину парню, который в регитре уже чего-то там регистрировал. И пока регистрируется автомобиль, посмотреть, если все нормально, забрать. Так вот, с этим парнем я уже предварительно общался, и он выходит, естественно, как бы такой знакомый. Я говорю, слушай, дружище, уступи мне эту машину, потому что я хочу ее забрать для военных. А ты как? Он говорит, ну, мне для коммерческих целей. Ну, окей, хорошо, для военных вперед забирай. И я начинаю осматривать автомобиль. Да. Это, в принципе, на котором видно номер рамы. Вот. Видишь, нет? Да. Он уже читается без этого. У меня есть сверщик, мы можем... Да, видно, нормально. Надо отряд. Форду, пока свежо в памяти. Прокатился я на Форду по ходовой классно, по мотору классно, но есть моменты, у него не работает температура и датчик, у него термостат гоняет по большому кругу, и у него не работает датчик топлива. У него не работает кондиционер, у него глючит кнопка портлайна, в смысле блокировки. Я говорю, дружище, я готов тебе дать за него 4,5 тысячи евро. Говорит, ни хера, 4,800 и все. Я говорю, слушай, я неделю назад такой купил дешевле. Говорит, вот меня не жарит и все. Вот, вот, 4,800 хочешь бери, не хочешь не бери. Я говорю, давай 4,5 и приеду за ним через неделю. Нет, не хочу. Ну, пока, пока думаем. 4,800 он за него сказал, но дофига в нем надо делать. Ну как, я понимаю, что все это мелочь, и оно все делается, и делается очень быстро. И все это такие... Даже термостат недолго поменять в том Форде. Отдал он ее за 5 тысяч. Стоил этот автомобиль 5100 евро. Вот такая история. Рассказываю. Приехали мы вот под открытие регитра. открылась она 6 минут назад. И приехали мы за... За, наверное, минут 40. У меня залет такой, чтобы просто шляпа. Короче, объясняю. Литовец, на которого оформлен автомобиль, он старый дедушка. И с компьютером он не дружит. Вот. А машину с учета он не снял. Он собирался только завтра в регитру идти. Соответственно, я ее сейчас не могу снять с учета. В общем, я тут охеревший. Я влупил столько километров. Это пи***ц какой-то. Простите за мой французский, потому что в чате есть дамы. Но... Это вилы. Блин, как все ломается через колено. Такая херовая информация. На меня в нашем телеграм-чате уже сделали мем. Со шляпой. Ну, в смысле, то, что это шляпа. Только что, ну, подошла девочка и говорит, ну, вы же хотите идти по без очереди пройти. Ну, мы спросили в другом окне. Мы объяснили, что мы волонтеры, что мы покупаем за свои деньги автомобили, везем их на войну. Она говорит, покажи посвящение волонтера. Я говорю, не питание, на. Говорит, так а что вы не подошли, не сказали в загальную чергу? Я говорю, девчонка. Я говорю, я зараз скажу, такий кипиш будет. Пришли, сказали, что вы думаете? Что я сказал? Вспомните. Что я сказал? Да, вы что, да, нахуй, две машины пропустить. Одна, потом вторая, и все, и все, и все. Через одного. Плачево. Чтобы они уехали напередок. Дружище, живи с этим. Ладно. Сейчас в Регитре все равно обед. И, ну, я почему-то говорю, потому что я уже так делал, пытался много раз делать, и брыжная тема, она никуда не делась. Вот те, которые, а я вот тут стоял, я в пять утра приехал, окей, приехал, молодец, красавчик. Я просто спросил, да, да, нет, нет. Ну, и везде, где есть Украина, везде большая шляпа. И причем объясняешь им, дружище, ну, ты ж пойми, что если мы сейчас на передке не остановим автомобили, то завтра эти чуваки придут к тебе домой и будут ставить тебя врагом в очень неудобную позу. Не, нифига, не буду, не хочу, и всякие такие. И Иван сейчас смотрит этот, да, тут я посмотрел назад и вижу Ваню, стоящего раком под капотом. На этой машине глючит стрелка температуры, и вот мы смотрим, либо это на мойке, когда мы или двигатель сбили провод, либо же придется менять датчик температуры. Если провод, это легкая задача, если датчик, это чуть сложнее, но тоже решаемо. А пока стоим на регитре, ждем, сука, с моря погоды. По модному, по богатому. Лампочка целая, тут патронный. Ржавую целую лампочку мы сохраним. Ну, включайте. Не? Я понял, сейчас надо вот здесь чуть-чуть ее. Я сейчас ежика возьму и почистим ржавчину. Я сейчас обоссусь, если мы сегодня не успеем, а номера я уже открутил. Она слабенькая? А ну давайте то попробуем. Я думаю, это аккумулятор уже может быть слабенький. Из-за того, что его топили, потому что вот вода. Ну такое. Скотчем нет? Скотчем я бы фару заклеил. Надо будет купить на заправке. Скотчем нет? Я бы... Суперклей. Суперклей есть. Если мы сосок клеили. Кстати, да, сосок. Приклеился, но оторвался в другом месте. Так что да, суперклей это... А, он вольве. Нету суперклея. Ну хорошо. Давайте тогда изолент. Обычно, есть? Есть. Сейчас сделаем. Быстрый. Произведен. То есть, грубо говоря, личинка не выпадает, все отремонтировали, классно. Только вот я боюсь, что вот так оно и останется. А, нет, оно не останется, оно красится. Хотя оно зеленое, может, не будет краситься. Если ее не будут красить, то очень большая доля вероятности, что пацаны так и оставят. Ну, типа не ломается и хорошо, но пофиг. Этой машиной все равно никто не закрывает. Не, надо настоять, чтобы починили. Все должно работать. Короче, день тупо провисели. Приехали до открытия Регитры и уезжаем после. И мы еще там 30 хрен какие-то просышь в очереди. Это просто жопа. Я понимаю, что завтра мы здесь тоже не пройдем. Поэтому мы сейчас будем менять локацию. Скорее всего, мы поедем в Каунас или же Вильнюс. Еще точно не решили. Но Регитра закрылась. Машин не оформленных. Фигово туча. И есть понимание того, что завтра мы тоже здесь можем залипнуть. Ну, я уже, в принципе, сказал. Поэтому меняю локацию. Надеюсь, что там будет легче. Мы решили в этот день больше не висеть в Вилковишке. Сорванули в Каунас. Потому что знали, что там больше инспекторов, которые регистрируют автомобили. И, возможно, получится быстрее сделать все оформления. Но это не точно. Значит, коротко о наболевшем. И вчера в Вилковишке провел весь день. Под закрытие Регитры осталось я 31 очереди. Но за сегодня обед уже не прошел. В Каунасе ситуация следующая. Вот эти вот все машины. Типа на регистрацию. Типа все классно, все хорошо. Внутри народа дофига, там дофигища окошек. Талонов нет. Все, как мы любим. Украина. Я вас люблю. И литовцев я увидел аж два. Во всей этой треклятой очереди, где больше 300 человек. Короче, я вл***. Как из этой Литвы выехать, пока непонятно. Одна знакомая девочка мне когда-то сказала. Неважно, сколько у тебя денег. Важно, кого ты знаешь. И вот благодаря тому, что мы знаем Володю с Каунаса, тот, который нам уже помогал вообще пипец сколько раз. Много раз. И вот в сегодняшний день он... Вот номера уже на машине висят. Получилось следующим образом. Он выдал свое резервационное время для того, чтобы мы отправили автомобиль парням. Поэтому, Владимир, еще раз офигенное здоровое спасибо за то, что теперь вы остаетесь здесь. Ну, наверное, на сутки. Я не знаю, сколько людей здесь. Ну, машин 400, наверное. Вот я сейчас покажу. Вот это одна площадка. Короче, там еще вторая есть. Возле непосредственно самой Регитры. Там вообще хрен зайдешь. Там еще в три раза больше машин. Владимир, большое спасибо. Мы полетели в сторону Польши. У нас не хватает одного водителя. Машин мы купили больше, чем рассчитали. И, блин, джимыли такие здоровые летают. И вот сразу кинули клич по тем людям, которые есть, которые мы уже знаем. Написали в чаты. Куча людей. Все могут помочь. Но как-то то некогда, то некому. То дети малые, то еще какая-то штука. Не важно. Важно другое. Дмитрий, который сейчас в Белоподаляске. Он откликнулся и поможет нам довезти автомобиль хотя бы до границы. Имеется в виду до Ягодына. Это уже намного лучше. А дальше там его как-то перетянем. Тринога такая, но моноклик хороший. Величая. Він зеленый. А по цвету матовый, такий нормальный. Есть у нас, есть у нас. Все равно передайте хлопцям. Треба будет. Я просто думаю, в какие цироты. У нас есть. О, я знаю. Это будет окремая пятая бригада. То, что туда и тихо двух сих. Я говорю. Величат очень хорошо. Хлопцы, встречайте. Как вас зовут? Олег. Вместо Нижин. Батько Володимир. Олег, Место Нижин, батько Володимир. Спеймали меня на митнице и просили передать хлопцам монокль. Тут и тринога. Окей, передам. Навіть за фоткой кому передам. Все, добре. Отак, все. Хай служить. Хай хлопці вертаються живими. И все будет в Украине. Хай працює. Бо я хотел в своем месте передати. Уже один вас застрял. Дякую. Або 24-та будет. Добре. Або 5-та. Главное, чтобы користь принесли. А, принесли. Мы разом дуже багато можем зробить. Все, блядь, все, все, все. Радуй знайомству. Такожди. Значит, подошел ко мне парень, узнал Вольво, которая впереди идет. Нашел, прибежал, говорит, е-мое, радуй знайомству. Вот, возьмите подарок для хлопцев. Я же сразу камеру чпунь. Чтобы как-то хоть завпечатлеть. Потому что в этой поездке, на самом деле, очень много всего не завпечатлено. Ну, вот такой вот круговорот событий. Все такое, блин, динамически развивается. Но зато накружили вот такие вот тачки. Среди всех парней, которым мы помогаем, Бонокль не понадобился никому. Они, как сознательные парни, говорят, слушай, нам эта штука без нужды. Отдай ее разведчикам, сказали парни. И разведчики нас нашли сами. Дякую компанию «Один авто» за надание допомоги виглядей фактического пристроя, який будет допомогать нам выполнять завдания у защиты территориальной ценности и суверенитета Украины. Слава України! У вас вращается жизнь в офис. С сегодняшнего дня будем открываться, скажем так. И, блин, очень жалко цветы. Приезжали, мы сюда их поливали, тратили время. Этот цветок тоже умер. Что у нас с остальными? В целом так свежо. Ну, в смысле нормальное. Нету пыли. Я думал, будет немеренный слой пыли. Значит, этот цветок, я думаю, тоже умер. Этот аж сломался. Беда, беда, но ничего. И, ладно, начало уже есть. Сейчас забабацаем кофейку. И будет все хорошо. Ну, мне так хочется в это верить. Я пока первый. Пока еще никого нет. Хотя, хотя еще и девяти нет. Но я думаю, что дай бог, чтобы сегодня вообще кто-то пришел. Мы не только находим классные живые машины, но мы их, естественно, привозим, обслуживаем, меняем все, что необходимо, перекрашиваем в пиксель. В общем, наводим полную красоту. Парни на СТО это делают очень быстро. Значит, не был я здесь целый день. И из того, что здесь есть, какие перемены. Вот это вот Мазда уже поменяли сцепление. Ездит, работает, красота. Что у нас еще? Вот эти вот Defender, это Притуловские. Это не мое. Вот тот Рено. Сейчас я к нему вернусь. Он сделанный. Это памятники. Это остается. Значит, по печали. Не знаю, как начать это видеообращение. Вот этот вот автомобиль, вот этот вот L200 везся в подарок парню 22 числа. Николаю исполнилось бы 28 лет. 22 числа позвонили родителям, сказали, что сын погиб. Зовут его Коля Фетисов. Родителям сказали, что в день рождения сын погиб. Именно для него предназначался этот автомобиль. Купила ему девушка за 6 тысяч евро. Вернее, как, купили за 5. Полностью обслужили, поставили грязевую резину, покрасили, сделали все, что нужно. Машина встала в 6. Вот этому автомобилю тоже не повезло. Он вернулся на ремонт. По этой машине все живы. Но есть машина, по которой ребята реально попали. Ну, как попали? Погибли, скажем так. Был Ниссан Навара двухдверный. Для танкистов он пошел. И машина подорвалась на мине. Двое людей погибло. Двое раненых. Остальные, которые были из экипажа, из этого они выжили. К сожалению, печальные новости тоже есть. Но по вот этому автомобилю, который вернулся в ремонт, по нему все живы остались. Идем дальше. По вот этому Ису-Дзон полностью тоже обслужен. Скоро будет на него резина уже приедет. Задние тормозные колодки точно так же. И поедет эта машина... Блин, не помню, куда у Софии надо спросить. Вот этот вот автомобиль Т-4, если помните, он пойдет тоже пехотинцам в Луганскую область. Здесь попросили оставить его без пикселя. Но имеется в виду просто покрасить зеленый цвет. Это длинная база Т-4 транспортер. Точно так же с двух... А нет, с одной стороны открываются двери здесь. Если меня не ошибает память. Да, с одной стороны здесь открываются двери. Но все равно он большой вместительный. Сюда больше двух метров можно грузить. Ой, кучу всего. Идем дальше. Вот этот вот Pathfinder должны были забрать еще вчера. Но парни из Харькова не могут выехать. А так, в принципе, уже все пораздавали. Вот этот вот автобус пойдет в сторону Луганска для пехоты. Значит, по поводу вот этого автобуса у нас выдача машины должна была быть через 4 дня. Я говорю, слушайте, дайте нам быстренько на Северодонецк завести груз, и мы его вернем. Короче, пацаны попадают под минометный обстрел. Слава богу, остались живы. То есть, там у одного парня была контузия. Короче, машину разворотило. Ну, не сильно. Там заклинило дверь боковую раздвижную. Побило стекла. Короче, машина уехала. Отработала уже. Она вернулась в Киев, и мы снова ее чинили. То есть, эта машина с двух сторон. У нее открываются двери. Сверху багажник. Сзади лестница. Короче, машина то, что нужно для пехотинцев. Имеется в виду перетораканить их вещи и все остальное. Несмотря на то, что у нас в фонде есть некоторые средства, ну, как некоторые, у нас, грубо говоря, там чуть больше 300 тысяч гривен, обратилась пятая отдельная стрелковая бригада. Значит, они усиленно помогают, их бросили на помощь к 101-й бригаде, к 53-й. В общем, все эти боевые действия ведутся под Северодонецком. Парни, стрелки, пулеметчики, они реально без автомобиля. И одного из них я знаю даже лично. Поэтому, друзья, не оставайтесь равнодушными. Реквизиты для сбора средств внизу под видео будут. В субботу мы снова выезжаем за очередной партией автомобилей. Я вас верю. Вы невероятные. Разум сила. Блин, не могу на такой печальной ноте заканчивать видео, когда просто парень не дожил до того, как дать ему автомобиль. Эта машина спасет еще жизни других ребят. Друзья, несмотря на то, что у нас с прошлой поездки даже остались какие-то деньги. Там порядка 16 тысяч гривен. Плюс Андрей нам задонатил еще 300. Уже несколько машин выкупленных. Тем не менее, все равно автомобилей катастрофически не хватает. Крайний сбор очень сильно отличились. Скалолазы не ожидал. Друзья, отдельное вам большое спасибо и за ваши донаты, и за вашу помощь. В эту поездку мы привезли 5 автомобилей. Это 3 автобуса. Это Renault Traffic с двух сторон открывающиеся двери. Это длинный Opel Vivara. Это длинный Volkswagen Transporter T5. Это Isuzu D-Max. На него, кстати, впоследствии установили держатель под пулемет. И Mitsubishi L200. У нас с этой поездки еще осталось немного денег. И люди нам постоянно донатят денег. Кстати, вот я общался с разными людьми. И я вам скажу, основные донаты это у нас 5-10 гривен. Поэтому любая сумма, она помогает. Многие люди считают, что я не могу много отправить, а типа 50 копеек отправить стыдно. Друзья, нифига не стыдно. Честно скажу. Процентов 40 донатов это 5-10 гривен. На сегодня все. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Автор.